Начать карьеру никогда не поздно, даже если тебе за 50. На этой ярмарке вакансий работодатель не вправе отказать из-за возраста или отсутствия опыта. Азада Нигматова изучила все предложения, оценила свои силы, заполнила резюме и получила направление на консервный завод. Будет она там разнорабочей. Я уже долгое время пытаюсь найти работу, но куда бы ни обращалась, получала отказ из-за возраста. Четыре месяца назад зарегистрировалась в отделе занятости как безработная. И вот сегодня, наконец, мне предложили работу. Я уже получила направление. Две тысячи человек пришли на ярмарку вакансий. Среди них есть и те, кто только вчера закончил вуз. Есть и те, кто не с одним высшим образованием и многолетним опытом работы. Правда, трудовой рынок диктует свои условия и за бортом могут остаться даже те, у кого очень хорошее резюме. Я сама учитель по специальности, но в связи с переездом хочу найти другую работу. Услышала о ярмарке, но не нашла здесь для себя подходящего варианта. Думаю, оставить свое резюме. Сегодня постоянную работу на ярмарке получили 300 человек. Более 200 выпускников трудоустроены по программе «Молодежная практика». Работодатели отмечают, что в Южном Казахстане особенно нужны представители рабочих профессий. Превалируют технические специальности. Это токари, это газоэлектросварщики, это слесари, это монтажники, это строители и так далее, и так далее. В основном технические специальности. Гуманитарных, значит, мало. Гуманитарные в основном дают, значит, сфера образования. Это школы, это колледжи, это лицеи. На ярмарке можно было записаться и на профессиональное обучение. Правда, это только для тех, кому еще не исполнилось 29 лет и нет высшего образования. К слову, в прошлом году лишь 5 из 455 прошедших обучений пополнили ряды безработных. Все остальные сейчас трудятся на постоянной основе.